Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия в ртутного столба приводит к снижению рисков всех сердечно-сосудистых осложнений и рисков смерти от всех причин. На сегодня мы говорим о целевом артериальном давлении. То есть, сходя из современных рекомендаций, вот последние есть европейские рекомендации 2018 года, мы стремимся снижать уровень артериального давления, чтобы он был меньше 140 на 90 у всех больных артериальной гипертензией. Если это снижение хорошо переносится, то мы тогда будем более жестко контролировать давление, чтобы оно было менее 130 на 80. Почему так? Почему мы имеем такую двойную цель? За истекшее десятилетие накопилось очень много результатов, исследований, которые указывают на то, что более жесткий контроль уровня артериального давления, например, менее 130 на 80, приводит к дальнейшему протоктивному эффекту в плане наступления мозгового инсульта и сердечной недостаточности, и ишемической болезни сердца. И опять же, это сказывается не только на снижении риска сердечно-сосудистой смерти, но и общей смерти в целом. На сегодня мы имеем определенные ограничения. Мы знаем с вами, что такие доказательства не всегда, скажем так, полностью охватывают пациентов старших, возрастных групп, которым за 65. И также мы должны аккуратно относиться к целевому уровню давления в случае с артериальной гипертензией и хронической недостаточностью почек, где у нас давление должно быть 140-130 мм в рт. ст. в любом возрасте. Что еще надо учитывать, когда мы пытаемся защитить пациента от развития или прогрессирования повреждений органов мишени. Мы должны добиться целевого артериального давления в определенный отрезок времени. В сегодняшних рекомендациях нам отводится на это 3 месяца терапии. Пациенты высокого риска должны... Вернее так. Если мы будем растягивать этот эффект во времени, то пациенты с высоким риском могут за это время получить сердечно-сосудистые заболевания. И об этом очень четко написано в результатах субанализа одного исследования ВЭЛЬЮ. Мы видим, что тут независимо от того, какой режим лечения получали пациенты на основе ВАЛСАРТАНА или на основе АВЛАДИПИНА, тут четко показано, что те пациенты, которые достигли контроля артериального давления в первые месяцы терапии, умели достоверно улучшенный прогноз через 5 лет, нежели те пациенты, которые достигли контроля артериального давления на протяжении 6 месяцев. И вот достижение эффективного контроля в плане артериального давления, сокращение времени достижения этого эффекта, является целью современной стратегии лечения в осложненных и неосложненных случаях артериальной гипертонии, когда уже на первом этапе рекомендуется использовать двойную терапию в виде фиксированной комбинации. Что еще надо помнить о профилактике и органопротекции? Конечно, на сегодняшний момент, кроме того, что мы должны достигать целевого уровня артериального давления, также рекомендуется достигать это теми препаратами и комбинациями, по которым имеются доказанные органопротекторные свойства. Если говорить о препаратах первого выбора для лечения артериальной гипертензии, то как раз вот эти все пять классов препаратов имеют мощную доказательную базу, и именно поэтому они рассматриваются как базовые препараты для лечения артериальной гипертензии. Исключения или сомнения относятся только к адренобета-блокаторам, но они остаются препаратами первой линии у пациентов с артериальной гипертензией, в тех ситуациях, когда без них нельзя обойтись клинически. Но если мы посмотрим на результаты крупных исследований этого масштабного метаанализа, то четко видно, что когда мы говорим об инсульте, то бета-блокаторы проигрывают антагонистам кальция, блокаторам ренин-ангиотензийного системы в плане профилактики инсульта. Так же, как и когда мы говорим о антагонистах кальция, они проигрывают, они имеют меньший протективный эффект в сравнении с другими классами антигипертензивных препаратов, например, в плане приотвращения сердечно-недостаточности. Если мы смотрим на показатели сердечно-сосудистой смерти, то все препараты равны вполне в плане снижения риска сердечно-сосудистой смерти. Но есть определенные классы препаратов, которые доказали свою эффективность в разных категориях пациентов с артериальной гипертензией. Мы видим те рекомендации, которые были еще в 2013 году. Мы видим, что все-таки блокатор ренин-ангиотензивной системы антагонисты кальция остаются препаратами выбора первой линии для органопротекции и профилактики замедления, прогрессирования, поражения органов мишеней. Хочу привести пример, наверное, это было даже первое исследование, которое четко показало, что надо снижать давление соответствующими препаратами. Не все равно, какими препаратами мы достигаем целевого уровня артериального давления. В исследовании LIFE у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка за 5 лет достигли абсолютно одинакового артериального давления, но результат был разным. Группа пациентов, которые получили лазертан или те, которые получали атенолол, вот видите, регресс к гипертрофии левого желудочка был намного более достоверно выражен в группе лазертана. Что в итоге мы имеем? А в итоге риск развития инсульта у пациентов, которые получали лазертан, был практически на четверть меньше, чем у пациентов, которые получали терапию на основе атенолола. Это яркий пример того, что, в принципе, не все равно, чем снижать уровень артериального давления. А вот яркий пример того, как мы можем, в принципе, достигать регресса, поражения органов мишени, если мы правильно лечим пациентов. Это результаты исследования, которые проводились в нашем отделе. Это пациенты с резистентной артериальной гипертензией, которых лечили 24 месяца, то есть 2 года. И видите, у всех этих пациентов удалось существенно снизить уровень артериального давления. 68% из них достигли целевого уровня артериального давления. Причем у них есть резистентная артериальная гипертензия. Но мы видим последствия через 2 года лечения. Мы видим уменьшение регресса гипертрофии концентрической левого желудочка. У более чем половины пациентов 94% больных имели концентрическую гипертрофию в начале, 48% через 2 года терапии. Эти же самые пациенты в плане нефропротекции. Вот тут реально надо понимать, что если пациент даже имеет хроническое заболевание почек, а там были пациенты со второй, третьей степени этого заболевания. Так вот, снижая и контролируя артериальное давление, можно способствовать замедлению, даже улучшению функции почек у пациентов с артериальной гипертензией. Насколько это прогностически существенно? Регресс симптомного поражения органов мишени. Насколько это прогностически значимо в плане риска наступления сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них? Если изменяется гипертрофия, идет ее регресс по данным эхокардиографии, или же мы замедляем прогрессирование поражения почек, то прогностическое значение этих изменений очень и очень высокое в плане риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Но все-таки, когда мы сегодня говорим о том, что медицина не стоит на месте, мы пытаемся искать дополнительные варианты органопротекции у пациентов с артериальной гипертензией, потому что, в принципе, резидуальный или... Вот есть риск, который остается после всех сегодняшних достижений, и все-таки он остается достаточно большим. Когда мы говорим о поражении органов мишени, то мы обращаем внимание на то, что в основном эти повреждения сосудистые, это последствия повреждения сосудов в результате артериальной гипертензии. В основе этого сосудистого повреждения мы имеем атеросклероз, или также микроциркуляторное поражение русла. Так вот, мы пытаемся найти какой-то общий механизм, унифицированный, на который можно воздействовать, чтобы замедлять развитие поражений. Если мы будем говорить о том, что сегодня уже доказано, то как раз препараты из группы статинов и представляют собой такой унифицированный вид препарата, который мы даем пациентам с разными патологиями. Мы можем давать статинную терапию больным с высоким риском артериальной гипертензии, также тем, у кого высокий риск сахарного диабета, тем, у кого просто высокий сердечно-сосудистый риск, фактор риска, и получать результаты в плане улучшения прогноза снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Ну и вот тут ключевую роль в сосудистых повреждениях играет эндотелий. Если эндотелий и его функция абсолютно в норме, то он полностью выполняет свои защитные функции в плане дальнейшего развития повреждений сосудов. Если присутствует дисфункция эндотелия, то мы прекрасно понимаем ее последствия этой вазоконстрикции и склонность к образованию тромбов, и активация молекул адгезии, факторов роста, активация системного воспаления, что может приводить как к развитию и прогрессированию атеросклероза и микрососудистых повреждений тоже. Если смотреть на эволюцию повреждений органов мишени, то даже с самого начала, когда мы говорим об абсолютно нормальном сердце, больших артерий и почек, если нет заболевания, то можно говорить о том, что это абсолютно нормальная эндотелийная дисфункция. Даже на этапе, когда уже появляются факторы риска, например, повышенный уровень артериального давления или курения, но мы уже понимаем, что нарушается функция эндотелия. Но когда мы находимся на стадии субклинического или асимптомного повреждения органов мишени, то мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации функция эндотелия очень спровоцирована, имеется дисфункция эндотелия и создаются все условия для дальнейшего прогрессирования органных поражений и развития их клинической манифестации. В этом смысле интересно изучить эффективность препаратов, которые влияют на функцию эндотелия. Вот в нашем отделении мы проводили и все еще проводим исследования по влиянию препарата элоргинина Спартат, препарат Тевротин, на эндотелиальную функцию и гипертензивные повреждения органов мишени. На сегодня 46 пациентов, 27 из них получали элоргинин, 19 это были пациенты, которые получали... Ну элоргинин, конечно, добавляли к стандартной терапии у пациентов с артериальной гипертензией, иначе 19 больных, это группа контроля. В этой ситуации мы еще раз продемонстрировали, это и раньше до нас показывали, что элоргинин это препарат, который действительно улучшает функцию эндотелия и намного увеличивает поток, потокозависимую вазодилатацию. Вот пациенты, которые принимали элоргинин, там прирост составлял более чем в 2 раза, и он был меньший на фоне антигипертензивного лечения. А улучшение функции эндотелия, ну это можно видеть по динамике альбиминурии. Мы понимаем, что альбиминурия, это не только признак поражения почек, альбиминурия это непрямой признак эндотелиальной функции, и в группе, которая получала элоргинин, снижение регресса альбиминурии был достоверно лучше, чем в группе контроля. К чему это привело? Мы хотим показать результаты по нефропротекции, которые мы получили у пациентов через месяц терапии. Пациенты получали 10 инфузий элоргинина, потом они получали пероральную суспензию. У пациентов, которые получали элоргинин через месяц, у них наблюдалась тенденция к улучшению функции почек. А в группе, которая не получала элоргинин, снижение артериального давления ассоциировалось с незначительным ухудшением функции почек. И не бойтесь, это абсолютно нормальная, кстати, ситуация. Как правило, через месяц почки еще не успевают подстроиться и изменить свою ауторегуляцию кровотока, поэтому через месяц при снижении уровня артериального давления может быть такая картина. Но нам интересно было то, что на фоне лечения через месяц снизился индекс резистивности почечных артерий, то есть меньше было сопротивление с их стороны у пациентов, которые получали элоргинин. И он не изменился в группе контроля. Может, это и есть вот этот позитивный результат нефропротекции, улучшения функции эндотелии, в том числе на уровне почечного кровотока. Ну и в завершении, как предупредить повреждение органов мишеней? Используйте знания, те инструменты, которые на сегодня есть у нас. И не останавливаться никогда на достигнутом. Надо идти дальше, изучать дальнейшие возможности. Возможно, сегодня мы имеем только клинические утверждения насчёт дополнительных возможностей органной протекции, но это первые важные шаги к тому, чтобы, возможно, разрабатывать какие-то новые возможности по органной протекции у пациентов с артериальной гипертензией. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok